Продолжение следует... У меня сухость во рту, у меня сухость в носу, мне тяжело дышать. Ну, на самом деле, это проблема, если столько дней не спать. Скажите, а вы пробовали беруши или наушники? И даже не собираюсь. Я хочу, чтобы меня перевели в другую палату. Смена палаты в нашем отделении не решит проблемы. У нас такие пациенты, что вы можете в другой палате столкнуться с еще более тяжелой ситуацией. А что же мне делать? Ну, во-первых, я скажу, сегодня лечащему врачу вашему, он вам что-нибудь назначит для сна. Во-вторых, все-таки не отрицайте беруши, возьмите, попробуйте. И в-третьих вопрос, вы вечером обезболивались спиртином? А чего там обезболиваться, Господи? Ну, подумаешь, немножко дренаж стянешь. И зачем лишнюю химию в свой организм запускать? Так, зря. Недостаточное обезболивание может помешать вам нормально засыпать. Понимаете? Вы слишком рано отказались от обезболивания. Так что давайте вечером встретимся в процедурном кабинете и сделаем уколчик. Хорошо? Хорошо. Ирина Александровна, у вас давно уже суткость? Ну, с недели уже. Уже совсем замучилась. А вы знаете, что это может быть побочным эффектом вашего лучевого лечения? Вот скажем обязательно об этом доктору. И на самом деле можно проблему убрать увлажняющими ингаляциями. Вот взяли, возьмем простынюсительной хозяйки, наморчим, повесим, да? Или же бутылочку воды, дырочки на батарею, и будет увлажнение. Хорошо? Поможет? Отлично. Не поможет? Будем что-то еще делать. Обязательно хорошенько вечером проветривайте палату, чтобы был свежий воздух. Не ругаемся, не лимся, и посмотрим, какой будет результат. Хорошо? Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok